В Красноуфимске на улице Азина, что на востоке города, под стенами избушки за номером 77, в начале седьмого часа вечера, то есть еще засветло, приключился шести колес и, как это ни странно, мотобой. Вы спросите, а действительно, как это так? Если это было чистое мото-столкновение, то в нем должно было поучаствовать четыре колеса, ну, край пять, если за одну из команд бился мотоцикл с коляской или трайк. Кто-то скажет, а может быть в этом замесе сошлись два мотоцикла с колясками? Ну нет, это уж слишком невероятно. Тут все гораздо проще. На Азина 77 стукнулись мопед Тайгер и мотоблок Калуга с двухколесым прицепом. Почему-то выкрашены во вражеские жовто-блокитные цвета. Декорация такая. У Азина, читай, по дороге общего пользования, катился 17-летний местный пацан на мопеде. Причем катился без палева, с правами, со стажем руления в мото-категории один год, с нулем в графе нарушения ПДД, в шлеме и, что немаловажно, в 17 лет трезвый. Когда он проезжал мимо 77-й избушки, наперерез ему с прилегающей территории, на Азина неожиданно выкатился мотоблок Калуга с прицепом и семью лосями в моторе. Лоси – это, напомню, сокращение от лошадиные силы. По правилам 2D, мотоблока, вот, конечно же, должен был пропустить юного байкера, если бы он вообще имел право выезжать на дорогу общего пользования. Но это для мотоблоков запрещено. И по факту 50-летний пилот Калуги косанул дважды. В итоге налетел на пацана и покалечил его. В Красноуфимске по улице Азина, 77, в 18 часов 10 минут произошло ДТП. Водитель мотоблока Калуга, 74-го года рождения, в прямой здесь прилегающей территории не уступил дорогу водителю 2007-го года, управляющим мопедом «Тигер», движущийся по главной дороге. В результате ДТП водитель мопеда получил телесное повреждение. Про виновника замеса известно, что к своему полувечному юбилею он накатал водительского стажу в категории Б 31 год. По данным ГАИ, в текущем году он попадался на нарушениях ПДД 4 раза, и все, прикиньте, за превышение скорости. Ну, надо полагать, что гонял он сверх меры не на своем мотоблоке, а на четырехколесом подорожнике. Сообщается, что все 4 штрафа за скорость он вовремя оплатил. Ну, то есть видно, что рулевой и скорость любит, и любит за это платить. Ну, это как про кататься и саночки возить. Пилот Калуги, как и юный мопедист, прошел гаишное освидетельствование в ноль. И возник вопрос, а почему такой мегаопытный водила на ровном, освещенном солнцем месте так неосмотрительно выехал на дорогу общего пользования? Сие осталось загадкой. А гаишники напоминают фермерам и прочим садоводам и огородникам, что мотоблоки в любой конфигурации предназначены только для работы на земле. И имеется в виду не планета. Доставлять мотоблок на огород или ферму нужно только с использованием ТСов и уж точно никак не своим ходом. В принципе, теоретически, на мотоблоке можно кататься по дорогам общего пользования, но для этого нужно зарегистрировать свою агросамоходку в гостехнадзоре Министерства сельского хозяйства, оснастить ее световой сигнализацией и знаком «Тихоходное транспортное средство». Ну и, естественно, получить права машиниста-тракториста и на дорогах соблюдать все ПДД. Уважаемые водители, при выезде с прилегающей территории убедительна просьба убеждаться в безопасности своего маневра.